В аэропорту Шенкента сегодня было, как на трибунах канадского Квебека. Юных спортсменов встречали родственники, друзья и болельщики. Чемпионы привезли золото престижного международного хоккейного турнира. Самым сложным, по словам чемпионов, выдался матч с британцами. Победу удалось одержать благодаря стойкости и характеру. Я был рад этой игре. В первой игре были очень хорошие эмоции. Соперники были очень сложные, но мы взяли себя в руки и выиграли. Казахстан впервые за 63 года участвовал в международном турнире и сразу такая оглушительная победа. Соревнования среди участников до 13 лет проходили в Канаде 8 дней. В турнире приняли участие 60 команд со всего мира. За сенсационным выступлением юниоров с особым волнением следили родные хоккеистов. Мы смотрели все турнирные товарищеские встречи. И во всех этих встречах наш внук проявил себя. Везде он. То по три шайбы, по две шайбы. И во всех играх он забивал больше всех голов. И по итогам этого турнира единственный он, как самый лучший игрок, бомбардир, который больше всех забил ворота противника в шайбы, он стал лучшим. То, что мы, конечно, сейчас выехали на турнир международный, получается, ПВ, который проходит ежегодно. В этом году именно этот турнир проходил среди участников 2010 года. И наши дети, получается, и Султан, и Саша были заявлены, приглашены. Но мне очень рада, что наших детей заметили. Нам очень, конечно, мы очень гордимся этим. Это для нас так волнительно. Мы до сих пор этому не верим. После короткого отдыха юные чемпионы вновь выйдут на лед в составе клубных команд. Корки Масибалиева, Ерлан Бексаидов, Александр Крапивкин. Информационная служба. Телекомпания «Утрар». Телекомпания «Утрар».